Ну а прямо сейчас вновь связываемся с нашей коллегой Юлией Чесноковой, которая уже погрузилась в миниатюрный мир легендарного мастера-художника Михаила Николаева. Да, вот такая выставка открылась в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства. Все подробности сию минуту. Юля, еще раз доброе утро. Доброе утро, Юль. Доброе утро, друзья. На самом деле фантастическая выставка. Мы попадаем в удивительный микромир, созданный руками, творчеством одного талантливого человека. Вот он, наш красавец. Посмотрите, какая фактурная внешность была у художника. Конечно же, мечтал он быть актером и стал актером, а вот знаменитым стал благодаря своим золотым рукам. И подробнее об этом нам расскажет Юрий Сучков, куратор выставки. Давайте поговорим про нашего героя. Чем же он был талантлив так? Талантлив он был тем, что в жизни это и нашел себя. Он был действительно актером в самом начале. И в какой-то момент он открыл в себе совершенно другой талант. Талант практически ювелира. Талант театрального макетчика. Это такая редкая профессия. Практически, наверное, таких людей можно по пальцам пересчитать. Но вот в Петербурге он был, наверное, одним из тех самых немногих уникальных специалистов, который занялся в какой-то момент созданием этих театральных макетов. И все лучшие художники Петербурга театральные работали с этим уникальным мастером. То есть к коморку Михаилу Николаеву за кулисами ТЮЗа приходили все маститые режиссеры, постановщики. И был совместный творческий проект, чтобы получились вот эти великолепные миниатюры. А правда, что он все это быстро создавал? Ну, наверное, каждый макет создается очень индивидуально. И каждый макет уникален. И, наверное, что-то могло быть быстро создано. Что-то, например, очень долгое. Зависит от сложности и задач, которые ставит художник перед макетчиком. Ну, я читала в интервью, что буквально он мог из платка в руках скрутить ружье за доли секунды. Нет, ну, руки золотые, поэтому, наверное, из платка тоже мог. Скажите, вот сейчас как происходит создание таких макетов? Все уже компьютеризировано? Это 3D или такие мастерные лица? Ну, к сожалению, наверное, или к счастью, или к сожалению, другой театр, другие задачи. И, возможно, в принципе, это сценография, которая требует какого-то тактильного, такого очень одухотворенного решения. Да, дерево, какие-то натуральные фактуры, натуральные материалы сейчас уходят. И много лаконичных, простых форм. Соответственно, и делают их по-другому, наверное, эти макеты, и как-то уже режут при помощи каких-то принтеров, лазеров. А здесь все сделано с душой. А здесь все сделано с душой, да, вот эти детальки, малюсенькие штучки, и все оно такое рукотворное. И, друзья, не стоит смотреть на это как на игрушечный городок, вы можете вспомнить эти спектакли, потому что все они шли на подмостках петербургских театров. Вот, например, Вишневый сад в малом драматическом, постановка Льва Додина. Можно ли попасть нам на сцену, например, Мринского театра, благодаря художнику? Да, пожалуйста, все тут у нас возможно. А, и можно даже что-то двигать, я так понимаю. И через БДТ мы можем перейти в малодраматический театр, а из малодраматического сейчас попадем в Мринский театр, да. А вот и в Мринский театр. Так, краткое путешествие на подмостки Мринского театра. Да, здесь на самом деле практически 50 лет Петербургской театрально-декорационной школы, театрально-декорационного искусства, да, лучшие художники работали с Михаилом Гавриловичем, и вот так получилось, что на этой выставке можно увидеть просто, ну, практически лучшие работы наших художников. Вообще сейчас это просто фантастика. Да, действительно, все, вот, и все в объеме, и все такое волшебное, сказочное, все, много каких-то макетов, можно, они двигаются и меняются декорации. Посмотрите, вот мы можем попутешествовать по комнате, которая была на сцене. Малодраматический театр, спектакль «Звезды на утреннем небе», например. Премьера состояла в 87-м году. Друзья, подключаем память, вспоминаем, может быть, вы видели все это вживую. Если нет, то можно здесь посмотреть на все это в деталях, вспомнить, освежить. И на самом деле, мне кажется, это великолепное место. Вот если ребенок, ребенка не заинтересовать театром, то такой красотой, таким действительно гибельным искусством. Мне кажется, вам интересно, потому что они вспомнят лучшие действительно спектакли этого города, и дети, которые попадут в эти микромиры, в эти маленькие такие сказочные ларцы, да, в которых все можно разглядеть практически только. Друзья, выставка, не сказать, чтобы большая, не сказать, чтобы маленькая, два зала, но столько деталей. Здесь, мне кажется, можно провести спокойно час. Давайте покажу вам затравку из другого зала. Что здесь есть еще такого? А такого тут есть слон. Вот маленькая девочка Куприна мечтала, чтобы слон зашел к ней в гости. А здесь всевозможное такое благодаря талантливому художнику. А если вы хотите, чтобы ваши дети стали талантливыми художниками, нужно не запрещать им творить. И, собственно, моя коллега Анна Смирнова поехала и посмотрела, что происходит с детьми, если дать им волю и краски, и посмотреть, какое творчество происходит. Далее ее сюжет.